Герои нашей постоянной рубрики с подборкой самых популярных роликов и соцсетей на этой неделе показали, что может помочь в борьбе со стрессом. Например, занятие догой. Это йога с щенками. Или попеть, да так, чтобы из обычной проводницы стать звездой. Ещё можно обнять близкого человека, ну или окунуться немного в детство, как участники первого видео. Все мы немного дети. Возможно, поэтому пользователи соцсетей так умилили работники коммунальных служб, которые решили сделать короткую паузу, чтобы просто, беззаботно поиграть в снежки и покататься на карусели. Герои ролика даже не знали, что их снимают. Просто веселились. В комментариях люди говорили им спасибо. Пусть играются. Благодаря им в городе чисто. Зато они после игр за собой убирают. Молодцы. И работу делают, и повеселиться успевают. Спасибо вам за ваш труд. Герой этого ролика, по всей видимости, намеренно позировал. Вся жизнь концерт, а ты в ней мужчина на велосипеде. Так, автор подписал это видео, но в комментариях тут же поправили. Ты что? Это байк. В любом случае, главный здесь не транспорт, а его хозяин. Спортивный, харизматичный и очень стильный. Ну вы посмотрите, какая грация. Какой стиль, какая мода. Почему он не в Париже? Посмотрев этот ролик, у зрителей возник другой вопрос. Почему его героиня до сих пор не на сцене? Проводница так душевно и красиво пела, что пользователи один за другим интересовались. Какой это поезд? Какой вагон? Проводницу на сцену. Помогите мне найти ее. Если представить, что последний комментарий оставил какой-нибудь продюсер, возможно, талантливая девушка сменит вагон поезда на сцену. Эти щенки на время переехали из приюта для животных в зал для йоги, куда могут прийти все желающие. Позаниматься практиками и провести время с маленькими хвостатыми. Хорошо это или плохо, но само занятие йогой в таких умилительных условиях, по всей видимости, отходит на второй план. Хорошо придумано. Теперь и я захотела на такую йогу. Какие все девушки красивые. Как можно устроиться щенком к вам? Можно я заплачу, но не буду заниматься йогой, а только играть с ними. Организаторы надеются, что после таких игр некоторые посетители захотят забрать кого-то из хвостика в себе. И щенки, наконец, оплетут свой дом. Что может быть милее? Разве что вот такие отношения между папой и дочкой. Тебе я постоянно наблюдаю чудеса и пою, о боже, как ты на меня похожа, да. Девочку что-то расстроило. Или же она просто устала стоять вот так перед всеми и заплакала. Но рядом был папа, который в прямом смысле взял ситуацию в свои руки. Правильно сделал. Несмотря на людей, показал своему ребенку, что папа рядом. Старшие тоже смотрят, умиляются и себя вспоминают. А с работы можно, чтобы папа так же забрал? Сработает, а вряд ли сработает. Однако такой поступок многим родителям стоит взять на заметку. Редактор субтитров А.Семкин